Здравствуйте, в эфире программа «Жесть». В студии Александр Твердовский дали о том, что случилось в городе и области сегодня, 16 апреля. Рано утром на трассе в Москаленском районе произошло смертельное ДТП. Как установили инспекторы ГИБДД, 43-летняя женщина на ладе 14-й модели выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с микроавтобусом «Фольксваген». В результате катастрофы погибла сама виновница аварии, ее 40-летний пассажир. Водитель и 4 пассажира второго автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Судя по видеокадрам, дорога на этом участке находится в удовлетворительном состоянии и на асфальте не видно наледи. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства этой трагедии. В выходные в Кировском округе пьяный водитель снес детскую площадку. ДТП произошло на улице 10-й Солнечной в так называемой долине нищих. Скорость была настолько высокая, что внедорожник сначала разрушил металлическое ограждение, а потом наехал на дерево и на детский городок. Как пишут в соцсетях местные жители, здесь часто гуляют мамы с малышами. Только по счастливой случайности в этот момент на площадке никого не оказалось. Очевидцы сообщают, что после столкновения из машины вылез мужчина, который не мог стоять на ногах по причине сильного опьянения. И еще одно пьяное ДТП произошло ночью на улице Лукашевича. 40-летний водитель на иномарке налетел на бетонное ограждение пешеходного перехода. После столкновения машина перевернулась. Автовладельца доставили в больницу. Анализы показали, что шофер был пьяным. Кстати, это ограждение посреди дороги городские службы начали убирать. Однако не все амичи разделяют мнение по этому поводу. Некоторые считают, что островок выполнял важную функцию, вынуждал водителей снижать скорость. Если же это препятствие уберут, то, возможно, найдутся гонщики, которые захотят пролететь по Лукашевича, тем более, что дорогу здесь отремонтировали. И напомню, что пару месяцев назад об это ограждение разбилась 17-летняя девушка. Погибшая не имела водительских прав и была за рулем автомобиля своего знакомого. Центральный район Исутомска вынес приговор Радику Акопяну. Председатель сразу трех ЖСК обвинялся в обмане 200 дольщиков на сумму 640 миллионов рублей. Из зала суда передает Николай Евенко. Своим последним словом Радик Акопян испытывает суд на выносливость. Речь перед приговором длится более 40 минут. Подсудимый вспоминает переезд в Омск, первые шаги в бизнесе, торговлю фруктами. И не забывает о нелегкой судьбе строителя. Акопян увлекается рассказом так сильно, что приставы постоянно просят не высовывать руки за пределы клетки. Я забываю, но меня, пожалуйста, не перебивайте меня, пожалуйста. Здесь сотни людей потеряли кровь. Ну, блин, господи. Я решила вас, что вы судьбе, товарищи. Ну, в конце концов, не убийца, но что вы прямо, как специально. Это уже все. Ну, как специально. Не больше судьбе. Его эмоциональный рассказ мог бы впечатлить людей в зале суда. Однако потерявшие квартиры не считают доводы Акопяна убедительными. Согласно материалам уголовного дела, владелец трех ЖСК присвоил и растратил 640 миллионов рублей. Пайщики из Омска, Ханты-Мансийска, Московской области квартир так и не увидели. Собранные деньги, по данным гособвинения, Акопян потратил на бизнес-проекты. У Акопяна Радикова-Чеканыча было три коммерческих проекта, на которые он планировал потратить свои денежные средства, в которые он вкладывался, но которые у него затем не реализовывались. А именно это строительство кирпичного завода в городе Омске, открытие банка и в алмазный бизнес. Деньги пайщиков уходили на посторонние проекты. Средств на возведение домов не хватало, поэтому Акопян решил привлечь дополнительные финансы. Например, находил тех, кто готов был продать свое жилье в рассрочку. Люди известному бизнесмену верили, Акопян давал расписку. Потом люди ждали, когда он перечислит деньги за жилье. И вот чем все это оборачивалось. На протяжении уже пяти лет мы снимаем квартиры, из которых нас уже пять раз просто на улицу выкидывали. У нас нет ни прописки, дети не могут не устроиться на работу. Вот такие разовые работы, которые вот суток и нести грузчик. За этим высоким забором Оксана Семенова жила до 2013 года, пока вместе с семьей не решила переехать в Воронеж. Купить дом за 12 миллионов рублей предложил Акопян. Он был предупрежден, Акопян, что он не продаст, он берет себя для себя, для своей семьи. То есть он его не продаст, ничего не сделает. Мы приехали, что должен с нами Акопян рассчитаться. Но потом, как я узнаю, после этих его очередных обещаний, что сегодня, завтра, послезавтра, узнаю, что оказывается, мой дом перепродан. Вскоре выяснилось, купленный за 13 миллионов дом был продан за 5. Сделка купли-продажи оформлена через два дня после отбытия семьи в Воронеж. Теперь дом превратился в торговую точку. В нем продают детали компьютеров. Контакты нынешнего владельца дома не найти, он скрывается от следствия. Возбуждено уголовное дело также по факту кражи моей мебели бытовой техники, которая находилась в моем доме, который был предупрежден Бибиков, что мебель все остается в доме. Но, как выяснилось, был обыск, ничего нет в моем доме, ничего не осталось. Это они на миллион семьсот ваших вещей продали? Ну, они разграбили. Слушайте, ну это... А говорят, что якобы они там повыбрасывали все, понимаете? Вырученных денег граждане не получили. Свою вину Акопян так и не признал. Он до сих пор уверен, что средства из различных источников можно перенаправлять на другие проекты. Ведь спекуляция, по его словам, тоже когда-то считалась уголовным преступлением. За совокупность махинаций прокурор просил назначить Акопяну 8 лет лишения свободы. Суд приговорил Радика Акопяна к семи годам колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших были удовлетворены. В Омске пожарные тушили общежитие Сибади. Средь бела дня загорелся мусоропровод. На место выехало 37 бойцов МЧС на 10 машинах. Большинство студентов самостоятельно вышли на улицу. Шестерых спасали с помощью автолестницы. Одного человека вывели из задымленного помещения в газо-дымозащитном устройстве. Ликвидировали возгорание за 20 минут. По основной версии причиной пожара стал непотушенный окурок, брошенный в шахту мусоропровода. В минувшие выходные правила русского языка вспоминали осужденные. В этом году тотальный диктант прошел в трех учреждениях. А впервые текст под диктовку арестанты написали 4 года назад в следственном изоляторе. Светлана Урванцева продолжит тему. Кабинет русского языка и литературы забит до отказа. Аудитория находится в средней школе исправительной колонии номер 3. Некоторые сдающие рассчитывают написать диктант не меньше, чем на 4 и 5. Говорят, к этому есть все предпосылки. Когда учился в школе, мне было пятерка на самом деле. Мне было очень интересно это, потому что считаю, что грамотность – это все-таки основа нашей цивилизации. Мне было интересно всегда писать диктанты. Не у каждого обитателя колонии есть диплом о среднем образовании. Такие осужденные, попадая в места лишения свободы, обязаны посещать школу. Некоторых учеников часто оставляли после уроков. Но не за плохое поведение, а ради факультатива по русскому языку. Два месяца в третьей исправительной колонии шли дополнительные занятия по подготовке к тотальному диктанту. Такие лекции позволили понять, какие правила заключенные, если знали, то забыли, и в каких словах чаще всего допускают ошибки. Интересно, со словом «ветренный» мы его еще раз встретим. То есть в одном случае мы употребляем ветряный день. Ветряный человек. Были проблемы с правописанием двойной «н». Как раз сегодня мы проходим правописание именно этого суффикса. Так в целом в школе правописание было неплохо. «Тотальный диктант» – это такой социальный проект крупный. Уже вышел он на мировую арену. Я бы сказал, это бренд, можно сказать, Российской Федерации в плане социальных проектов. Мы про него слышали давно. У нас есть литературный кружок в колонии. Там собираются люди, кто любит читать литературу. В этом году диктант прошел на трех площадках. В следственном изоляторе его написали 20 осужденных и 10 сотрудников. В 13-й колонии поселений – 40 арестантов. А в 3-й колонии акция установила рекорд. Писать текст под диктовку здесь захотели 100 человек. Они же и попросили провести диктант в их исправительном учреждении. Дикторами в этот день стали преподаватели вузов. Инициатива написания диктанта возникла у нас от наших подопечных, от осужденных. То есть они сами подошли. Обратились. Также администрация, получается, обратилась к организаторам данного проекта, к ОМГУ имени Достоевского. На что они отреагировали очень положительно. Нас поддержали. Ну и решили это мероприятие провести. Теперь ученики в робах ждут результатов. Они станут известны в мае. Но независимо от оценки, сами осужденные считают, что участие в диктанте, возможно, поможет им исправить ошибки не только в тексте, но и в личной жизни. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте «Антенна 7», а также в группе «Жесть» ВКонтакте. Всего доброго. И помните, что «Жесть» – это не только лист металла, но и то, что иногда случается с нами в повседневной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова